я уже вернулась из больницы мне выписали рецепт как лечить мою спину и здесь такие знакомые названия таблеток что мне кажется они у меня есть вот я хочу сейчас проверить у меня часто такое бывает что мне как что-нибудь по на выписывают я иду сразу все покупаю как знаете законопослушная пациентка думаю надо придерживаться рекомендации врача а потом оказывается что можно было купить аналогичное лекарство но дешевле это можно было вообще не покупать потому что она у меня есть в аптечке короче проверяю вот я и убедилась что у меня нет таких таблет теперь со спокойной душой можно их покупать в больной аптеке она мне предложила конечно больничную я отказалась сегодня я еще чуть чуть полегче себя чувствую так что думаю вот такого лечения таблеточками мне вполне должно хватить чтобы не уходить на больничный это конечно у меня неравнодушный код да никогда не пройдет мимо чего-то новенького обязательно подойдет все понюхает попробует покусает ижи шоу писать ты такой смешной ты такой смешной на получай за это получай получаю но на 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 ты мне сейчас все поцарапаешь все испортишь я тут достала свою старую подарочную обверточную бумагу хочу запаковать в овен подарок сама да оказывается у меня осталось совсем ничего этой бумаги она длинная и узкая я посмотрела в интернете как упаковывают подарки но там размеры бумаги совершенно другие должны быть поэтому мне придется сейчас как-нибудь придумать это сделать я нашла двусторонний скотч я понимаю что смысл в этом маленький в упаковке подарка что все равно все это разорвет буквально через два часа я хочу оставить на столе когда придет вова на обед увидит подарочек и обрадуется откроет его через два часа он все это сорвет мне нравится для него стараться для волы для моего вам нужно нравится оформить подарок красиво не просто же я буду дарить эту коробку ну ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я иногда очень сильно удивляюсь такой информации, потому что иногда бывает такое несоответствие того, что я вижу, какой человек передо мной стоит, и когда я узнаю его возраст, сколько ему лет. Я удивляюсь в двух случаях. Если человек выглядит молодо, а на самом деле ему прилично лет, не скажешь, что ему столько лет выглядит, он гораздо моложе. И естественно второй случай, это когда я вижу, что зашла женщина ко мне в кассу, я открываю паспорт, она моя одногодка. Я перестала узнавать возраст человека по его внешности. Мне сейчас очень трудно определить. Серьёзно. А вы легко определяете возраст человека? Ну я не знаю, или чем взрослее становится человек, тем труднее предположить, сколько ему лет, потому что он может выглядеть либо слишком молодо для своего возраста, либо таким уставшим, не знаю от чего, от этой жизни, что выглядит очень плохо. Такой хочу на самом деле молодой. Мы заехали с Вовой в торговый центр после работы. Он хочет там себе кошелёчек какой-то посмотреть, а я до сих пор хочу выбрать себе рубашку на работу, и всё у меня никак это не получается. Я не шучу. Я не могу себе рубашку выбрать, наверное, уже недели три. Мы не первый раз уже в магазине. Это уже не первая моя попытка и наша свою попытка выбрать мне кофточку какую-нибудь, блузку или рубашку на работу. Но у меня ничего не получается. Ничего. Мне реально либо ничего не нравится, либо то, что мне нравится, оно дороговатое, я не хочу такую дорогую вещь себе покупать. Вообще я не получаю удовольствия от шопинга. Может быть, в этом причина. Если бы мне нравилось ходить, копошиться в вещах, перебирать, мерить, может быть, я бы легче выбрала себе вещь. Но я не люблю, мне не нравится. Я не люблю шопинг. Я не люблю ходить в магазины. Мне это не доставляет никакого удовольствия. Я не знаю, в чём причина. Мне нравится, и всё. А вот Вова, наоборот, любит ходить по магазинам, ходит смотреть, выбирать. Я уже увидела, как он набрал себе несколько кофт и пошёл в примерочную мерить. Если бы не Вова, я бы себе, наверное, вообще ничего не смогла бы выбрать и купить, потому что в основном он всегда мне выбирает одежду. И она мне нравится, и мы её покупаем. Я собираюсь на работу. Я всё-таки вчера выбрала себе блузку. Купила. Вот она. Ну, сейчас ещё поближе покажу. И что интересно, я сама её выбрала. Вове она не очень понравилась. Говорит, она что-то как-то не очень на тебе сидит хорошо. А я решила довериться себе. И всё-таки её купила, потому что она мне понравилась. У меня уже волосы так нормально отросли. Обычно, когда они у меня дорастают до такой длины, я уже иду подстригаться. А тут я ещё пока не иду. Я заметила, что они у меня стали сильнее выпадать. Вокруг стало больше моих волос. Мне это немножечко напрягает. Но пока не настолько сильно, чтобы я психанула и пошла подстриглась. Ещё пока я терплю. Вот, смотрите. Такая. кофточка купила в манго сзади она немножечко удлиняется я не знаю как ее лучше носить вот так на выпуск или все-таки заправить на выпуск она как-то так смотрится не по офисному что или нормально по офисному или лучше ее заправить вот тогда наверное лучше в общем сама кофточка мне понравилось немножечко широковатое но это фасон такой правильно ведь мне кажется симпатично